Купол Храма Христа Купол Храма Христа Купол Храма 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 Х Несите заметку. Ну, желаем, конечно, помощи Божией в вашей поездке. Уникальной, вообще, не знаю, есть ли что-то подобное в мире православия, чтобы такая поездка по ряду стран Европы с целью благовестия, как мы говорим, в постхристианской Европе. И Европе, которая растеряла свои ценности на базе христианства, оторвалась от корней, и вдруг такой мощный импульс, такой десант необычный, необычный десант не каких-то дипломированных богословов, а простых русских людей, которые самостоятельно изучили Слово Божие, которые не прошли обучение в вузах светских и церковных, и, стало быть, не несут на себе печать неизбежную и субъективности, и тенденциозности, а соприкоснулись с живительными родниками Слово Божие и появились каналами, через которые это благовестие распространяется по многим и многим городам и весям, не только теперь уже нашего Отечества, но и зарубежья. Эта встреча будет импульсом и для того, чтобы мы познакомились с наследием книжным Игнатия Тихоновича. Мы и так читаем после трапез, после обеда, толкования, на Священное Писание, как границ. Даже то, что может вызывать недоумение, или споры, несогласие, все равно прозвучавшее тоже не бесполезно будет для нас. Тоже пища для ума и сердца, чтобы обратиться к каким-то пособиям, трудам, задуматься, углубить свои познания. Все тоже это важно. Ну что же, остается нам благодарить, молиться об успехе миссии, ждать ее результатов. Слава Богу за эту встречу, за это пребывание премыслительное в Арнауте, в Стольном Граде, Москве. Спасибо, Соса. Если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста, можно будет задать. Есть еще возможность пообщаться, послушать наших гостей. Может быть, сопровождающие ребята тоже скажут несколько слов. Было бы не безинтересно. Обычно в тени лидера остаются сопровождающие, а между тем им тоже есть что сказать, у них тоже есть какие-то наблюдения, размышления, находясь как бы в отблеске дарований и славы своего лидера. Они тоже уже какой-то вес приобретают, растут. Нам бы было не безинтересно тоже их послушать. Может быть, даже уступая смиренно Игнатий Тихонович, сопровождающим, сказать несколько слов у вас в души на сердце. Вопрос, отец Кирилл, у меня. Вопрос вы хотите начать? Да, именно к вам вопрос. Как вы, отец Кирилл, познакомились с Игнатом Тихоновичем? Вот это интересно было бы узнать. Если вы помните, какие обстоятельства, какое впечатление произвел на вас этот человек, христианин, подвижник? Ну, надо сказать, что у меня всегда была тяга к явким личностям необычным. Всегда была жажда познания и остается, видимо, до гробовой доски. Причем была такая тяга к каким-то нестандартным ситуациям, рискованным зачастую. Уже название моих статей об этом говорит. Последняя статья, допустим, с армянами лицом к лицу или прения о вере с современными греками уже об этом говорит. Что касается Игнатия Тихоновича, я отчетливо вспоминаю, как это было. Это было в, как это называется, населенный пункт на границе Московской и Владимирской областей, где одно время после изгнания из Почаевской лавры находился в доме своих родственников отец Ангроси Юрасов, тоже выраженец Алтая. И вот он сказал, я с ним всегда общался, вот, на те годы, и Почаевской лавры, и после его изгнания, что есть такой необычный чудовик, мой земляк. Я вот приехал недавно из очередной поездки с Алтая и общался с ним, посетил этот детский лагерь, общался очень человек, знающий Писание, быстро говорит, и есть у него некоторые шокирующие взгляды на деятеля некоторых святых, на некоторые явления в церковной жизни, и, по-моему, тогда же он дал мне кассеты, некоторые кассеты, и сейчас в моей личной фонотеке несколько кассет, толкования, в частности, на апокалипсис, беседы с отцом Александром Менем, что-то еще, так что я уже имел представление. А познакомились мы в конце 80-х годов, когда Игнатий Тихонович приехал в Москву, и мы с ним в Донском монастыре общались. Тогда уже был зародыш нынешней общины, в виде кружка духовного просвещения при Даниловом монастыре, где я тогда и находился еще до прихода этого. Я помню отчетливо такие сцены. Вот в Донском монастыре приезжал служить отец Иоанн экономцев. Ну, такой интеллигент, принявший сан уже в зрелом возрасте, всегда у них бывают проблемы с совершением богослужения, и Игнатий Тихонович сразу обратил внимание и громко об этом говорил, о каких-то нестроениях, о каких-то недостатках и услужающего духовенства, и естественного поведения молящихся, и пении хора. когда помню отец Иоанн Царевичев, впоследствии Архимандрит Даниил, скончавшийся несколько лет назад под ребенком монастыре, возмущался, говоря мне, кого ты привел, что это за человек? И была встреча, но в контексте советской действительности, сами понимаете, все было очень сложно, обитель не имел действующий храм, Малый собор не имел дома, притч-то, там на колокольне было небольшое помещение и котельная, вот в котельной, котельной, набились в котельной там внизу, среди агрегатов, люди, а мы с Инатием Кихоновичем наверху, и вот я как бы представляю его, как обычно мы это делали, уже тогда прошла серия таких вот встреч с интересными людьми под этим грифом, и вот Игнатий Тихонович был мной представлен, вот известный такой проповедник, писатель, значит, знаток священного писания, все настроились на благодушный лад, достали некоторые блокноты, ручки, и вдруг наш гость стал метать гром и молнии на головы стоящих внизу слушателей, значит, его обличительная речь набирала обороты, и началось все с того, кто как вел себя за богослужением, постепенно люди втягивали головы плечи, опускали головы, у некоторых начинали схлипывания по поводу обличений, вот так, в необычном таком формате, в таком ракурсе состоялась первая встреча с Гнатьем Тихоновичем, потом они были на квартирах у членов этого духовного кружка, вот таким вот образом, но потом была поездка у нас с группой Терезавета, с дочерью в частности, мы посетили лагерь в Потеряевке, как реакция на ее активное приглашение Игнатия Тихоновича посетить деревню Потеряевка. Я подробно описал все, что видел и слышал. Игнатий Тихонович неоднократно это вспоминает, мое посвящение и то, что было написано мною. Были беседы, скажем, в машине там по дороге на какие-то встречи. Как и всем, он задавал мне вопрос о том, как я пришел к вере, была ли у меня встреча со Христом. Ну, естественно, я попал в категорию непутевых, но между тем и таких маститых, как отец Амроси и Расов и другие. Ну, вот таким вот образом я неоднократно прокручивал эти кассеты, которые Игнатий Тихонович наговаривал на диске эти тексты. Вот я вспоминаю апокалипсис преимущественно апостола Павла, а ведь у него сотни и сотни этих часов, не только сугубо духовного плана. 2,5 тысячи. 2,5 тысячи. Надо будет пометить. Это только то, что арестовано. Еще около пяти, которые не распакованы. Ну, и после посещения лагеря ниточка общения сохранялась. Конечно, разница во времени между Москвой и Алтаем. Что-то в печати. Ну, вот посещение два года назад в больнице как раз день операции я или на следующий день после операции я уже совершал литургию в больничном храме и как раз приехал он. Было общение, также была видеосъемка, как сейчас. Так вот, эта ниточка сохранялась из редких звонков, причем была посредником часто Елизавета. Были какие-то письма, что-то по интернету приходило, что-то по интернету мы смотрели. Ну, то есть потом книги, конечно. в книгах все. Книги, имея полный комплект книг, я обычно вопросы это просматривал во многих томах. Часто мы вспоминали Игнатия Тихоновича, общаясь с отцом Сергием из Успенского, который приезжал. И общение с отцом Сергием, он тоже такой яркий собеседник интересный, Анна. И эти беседы я потом, для меня это пища для статей. Я закончу одним таким вот эпизодом, который вошел в одну из моих статей об Игнатии Тихоновича Лапкине. Это рассказ отца Сергия. Но Игнатий Тихонович поправит, если какие-то будут неточности. Киев, так сказать, самые застойные годы, Андреевский спуск, ну, мужичок вот такого вида, как мы видим сейчас, я вижу, по-моему, в этой рубашке уже Игнатия Тихоновича несколько десятилетий. Вот. Значит, мужичок стоит у подножия Андреевского, Андреевской горки, на которой Андреевская цельшив, на месте, где по преданию проповедовал апостол Андрей Первозванный, тогда это музей был, и идет экскурсия за экскурсией. Разные группы иностранцев, итальянцы, немцы, англичане, и вот, значит, ну, допустим, идут англичане и говорят между собой, как бедно выглядит этот русский. И вдруг этот бедный русский на чистейшем английском языке начинает им говорить. «А у нас главное внимание духовному». Для нас вторичная материальная сфера. И потом беседа переходит на более высокие уровни философско-богословского плана, исторического, и изумленные англичане, раскрыв рот, слушают этого русского мужичка. Дальше идут итальянцы. И тоже нечто подобное бросают в адрес этого русского. Этот русский на чистейшем итальянском языке начинает с ними беседовать. также с французами или с немцами было. Вот такой эпизод. Я этим, наверное, закончу. Мы бы что-то еще вспомним в процессе нашей беседы. Но отравно еще скажу, что наша земля богата вот такими яркими самородками, которые пускай не так презентабельно могут выглядеть, как это принято в Бомонде аристократическом. Но у них богатое внутреннее содержание. Они как магнитом притягивают к себе, потому что они представляют собой целый мир, в котором прикасаясь к которому можно черпать обильную пищу для души, для ума, для познания, размышлений. То, что ощутил я, вот я рад, что эта встреча промыслительно произошла, что наше общение продолжается. Игнатий Тихонович, расставаясь со мной, когда я был в лагере, у него уже говорил о конце, приближающемся, о смерти. Прошло более десяти лет, он жив, здоров. Ну, здоров это, конечно, относительно, в тонусе, и мы радуемся возможности общения с ним. запрозит Господь дни вашей жизни на благо ближних, на благо нашего Отечества и Церкви еще на долгие и долгие годы, как ему будет угодно. Еще такой небольшой вопрос. Отец Кирилл, почему вы так нас полюбили, по какой причине вы так встретили нас? Я вообще здесь первый раз, это братья два года назад приезжали, для меня, конечно, все удивительно. Настоящая община, что в наши дни, в наши апокалиптические времена, это редкость большая, это как росток, росток зеленой веры, я бы так вырезался. Обычно приходы, вам известно лучше, чем мне, вот причина вот этой любви, такой вопрос. Ну, прежде всего, эта мотивация проистекает из заповедей о любви к Богу и Брежнему. Это, конечно, основа, это фундамент. Потом у нас сложился формат, понимаете, сложился формат, ну, сами смотрите, богослужение утром-вечером, возможность для священника, для такого проповедника, как Инатия Тихонов, сказать слово. Мы всегда, у нас живой интерес к людям, гостям, приезжим, нас интересует все. Их личность, их мысли, их взгляды, проблемы, с которыми они сталкиваются в своих регионах. Это все вызывает живой интерес, понимаете? Живой интерес. Потом трапезы, три раза в день трапезы, и за трапезой всегда есть возможность пообщаться, поговорить по душам. Ну, что еще добавить? Да, ну, конечно, личностный момент. Если Игнатий Тихонович вызывает особый интерес и особую любовь, которая является ответной на его любовь ко мне, я напомню, кто читал, знает Светлана первой книги моих воспоминаний, там, где приводится глава, содержится о посещении вот Потеряевки, там завершается глава, когда Игнатий Тихонович провожает меня, вот, и вдруг он на него появляется на глазах слез, и он говорит, полюбил я тебя, игумен. Вот. Поэтому ответная любовь, даже если какие-то бывают с его стороны резкости или успешки, скажем так, темперамента, то всегда ты делаешь поправку на то, что это особенность его склада, это не есть его повседневное подлинное состояние, вот, и ты вспоминаешь разные ситуации, и вспоминаешь реакцию на его, вот, ну что, сбудораженного и взъерошенного со стороны окружающих, и ты видишь, как они благостно, в общем-то, реагируют на вспышки старца, и ты понимаешь, что это, в общем-то, вполне можно покрыть любовью, это все во многом предиктовано тем, что между нами какие-то ножницы темперамента, ножницы хватки, сообразительности, когда нет совпадения ритмов, вот эти ножницы приводят к каким-то шероховатостям отношениям, но когда ты это сознаешь, и ты тогда снисходишь, понимаешь, что это, в общем-то, природное во многом явление, от этого никуда не уйти. может быть, добавят члены общины, потому что я сказал, Елизавета. Батюшка очень... Представляете, ты все записываешь, пойдет на весь интернет. Страх. А вы так думали? Лучше, чем батюшка, конечно, я не могу сказать, вот, но, конечно, Игнатий Тихонович, он вот заряжает, своей любовью к Богу, своей верой, вот, и поэтому, вот, к нему тянется душа. Ну, действительно, есть моменты, с которыми мы не согласны, с которыми мы пытались Игнатием Тихоновичем, как бы, дискутировать, ну, безуспешно, например, по поводу русского языка, тогда мы спорили, по поводу того, что полный круг богослужения для нас очень важен, а он считает, что это лишнее, мы занимаемся рукой, вот, ну, есть какие-то несогласия у нас, но в целом, конечно, мы, ну, как сказать, Игнатий Тихонович, всегда встречусь с ним, зарядиться, ну, мы, мы слабые, мы теплохладные, вот, а он такой вот крепкий камушек, который подает нам пример, как надо жить, по-христиански, его, вот, работоспособность потрясающая, столько, вот, книг, как он сказал, вот, недавно, что, вот, надо в 3-4 часа вставать, надо каждую минуту дорожить, вот, и русские так и делали, поэтому они нам передали такую Россию, вот, мне запали эти слова, вот, а сейчас, вот, мы слабые, что мы оставим своим детям, когда мы ленимся, расслабляемся, вот, у Игнатия Тихоновича много чему есть поучиться, в лагере, в лагере детям, наверное, тоже запало, правда, мы мало побыли, эти песни у костра, плавания, на лодке мы не поплавали, на лошадке покатались, приезжать еще, запоминающиеся всегда встречи, все в этом числе очень, вот, и дай бог ему помощи в его поездке, в которую он сейчас направляется, вот, вот, и будем рады еще, еще, слышать, видеть. вы могли бы вот как-то перезаветь, вот, что-то сказать такое особое, в ее оспорке среди сынов, проблемы с сыном, вы, наверное, встречали не просто, вот, как, как омонь человека, который вот на наших глазах вот мучается, терзается, а мы тут ухой махаем, но ничего не можем, по сути, сделать, прорывного, такого плана. Видите, помощь-то дать можно в словах, а как это применить человеку? Если бы я был у нее дома, я однократно посмотрел, побеседовал с ним, мог бы сказать, а так, не могу я говорить, мне нужно обязательно сам объект, с кем я говорил, побыть с ним. Когда я был в Америке, и вот меня там отдельно призвали архиерея и говорят, вот к русско-зарубежной церкви примыкает сегодня новая православная священник, и вот сейчас принимаем, а мы не знаем, кого принимаем-то. Лучшие это или худшие, которые идут туда, просто ищут что-то. Ну, о ком-то спрашивать я мог сказать, а которых не видел, я говорю, отец Аким, он и знает, мой родной брат про Таирея. Вот. Нужно знать конкретно человека. Совет так давать, просто, он ничего и не даст этот совет. Ты можешь оказаться не вверх. Она много-то не рассказывала на эту тему. Я вот уезжаю, может быть, никогда никого не увижу, потому что поездка наша самая длительная, самая дорогая и самая продолжительная. Вот если завтра нам выдадут паспорта, вернут, они уже задержали пятая неделя, за три недели доживали вернуть, как у них написано. Бумага у нас на руках. Это... Великобритания, посольство. А внутри шенгенская виза у нас уже открыта с 5-го числа. А нам нужно сейчас успеть скатиться до Грузии, войти в Торсию, пройти Торсию, и 5-го мы должны пересечь греческую границу. Это начало шенгенской зоны. А ее нету. Ну, все, завтрашний день решается. Поэтому сегодня, просто, ложась спать, вспомните о нас, нам необходимо выручить паспорта. Я уже подарки подготовил послу Великобритании, кто там помогал, ну, книги. Они не входят во взятки. Это единственный предмет, который во взятки не входит. Кто-то меня не подоставит, я прошибаю ворота буквально. Ну, завет дал это 75 евро. В 10 раз 750. Там Господь просто так дает. Если мы поедем, значит, там уже не от нас зависит. Франция очень хотела, чтобы в следующем воскресенье я был там, потому что много будет народа. Во Франции, там Париж, кажется. А Англия, та уже держит за 10 число и уже все. Проверяет, когда какой паром под Ла-Маншем идти или сверху. Финляндия больше всего готовится. И сделано запрос на патриархию сюда, в Москву. И что самое удивительное, они ответили, и патриархия дала положительный ответ на встречу со мной. Это для меня вообще непонятно. Я знаю их отношения, и отношения не в счет. Характер не такой нет. Вы читаете, и вот оттуда отпускаете. Дело в том, что отступление масса, я говорю, нехорошо выпрыгнуть. Почему вы не делаете народу? Вы хотя бы так пробежитесь. Патриарх начинает это уже прямо открыто сейчас говорить. Мы у пустого стоим-то. Все развалится. Сектанты весь север и полностью уже восток захватили. Потеряны для нас окончательно и навсегда. Это патриарх говорит. Он говорит, я посылаю одного монаха на север. Он говорит, а там кислорода нет. И он голос изменил, патриарх Кирилл, и говорит, какой тебе кислород? Ты уже умер, когда принял монашество. Какой тебе кислород нужен? У нас был там католический священник, отец Роман Цалла. Ну, хороший. Куда бы ни пошел, больным там какие есть, представил, он уже везде побывал. Он один. А наших священников 70, и они не успевают ничего делать. Куда бы ни пришел, католический там был. И вдруг ему постановление. Он русский язык разговаривал, он в полях. Видим, он уже с учебниками английского языка. Что? Направление в канату. Представили другого. У них очень высокий уровень образования. Какие взаимоотношения? Как их учат? Это надо учиться все время и учиться. А то иезуиты, они такие пронырливые. Значит, он посетил наших русских больных, привезли туда целую машину продуктов всего, он пронырливый. А мы 75 человек спим, нас святые. Не годится так. Мы даже в противнике должны увидеть положительное, как было в защитнике Брестской крепости. Когда, кто он там был? Егоров. Достали его разбитого. И немецкий генерал сказал в больницу его лучшую поместить, в военный госпиталь, оказать всяческую счастье. Чтобы вот так воевали немецкие солдаты. А у нас свои измены возвращались, и все в ГУЛАГ пошли. У русских другой статус. Искать в другом вину. И вот мы едем в эту длительную поездку. Ну, у меня желание есть. Сделать подарки папе Франциску и Венедикту. Английской королеве. Книги. Книги работают. У них есть перевозчики. Они очень грамотные, знают русский язык. Но, в рот я не могу затолкать. Туропин, пищевый. Я держу прямо. Вот так. Вот так. Вот так, да. Вот так нам. Ну, давай так, ладно. Поэтому нам нужна помощь. Помощь. Маленько вот приподнять. Вот так. Да, да, да. Помощь молитвенная. Особенно на завтрак. Если путь нам будет открыт, мы сразу уходим. У нас тут ставка, нынче Калужская область, куда отправили мы примерно 3800 килограмм книг. Это книги мои. Мои, не знаю. У меня 38 томов вышли из печати за 9 лет. Каждая книга, это не брошюра, 750 страниц каждой книги. В каждой книге 64 страницы светлых фотографий нашли. Это конкретно, вот в интернете наших стоит 1770 роликов, маленьких фильмов о нас. Маленьких, не меньше полчаса в каждой фильме. Ничего особенно в этом нет. Ну мы просто этим живем, и ничего в этом мы не видим. А как, чего? Ну как же, живем, да и живем. Ну как-то Бог делает так, что вот приехали, и здесь видите, такой привет, что меня спрашивают, чем вызвана такая любовь у отца Кирилла. Мы даже... Ну он прав не говорит. Где еще так было, чтобы за раз в одном месте 4 проповеди сказать? Понимаете, это... Я обычно говорю много проповедей, но уже лет 5 я отошел, просто решительно отошел, и в проповеди не говорю, только в людях где-то. У меня другая работа. Если я служил в морфлоте, МФ, морфлот, то теперь у меня тоже МФ, молитва и форум. Молитва и форум. То есть днем должно быть не меньше 7 раз молитвы. Ну это... Каждая молитва, 3 святой и 100 поклонов. Не меньше 7 раз, чтобы в день встать на молитву. Ну и... А утренний вечерний, это отдельно. И меняется все. Бог меняет настроение, отношения людей и прочее. И поэтому, как мы проедем, сумеем ли, мы доверяемся Богу. Люди некоторые разводят руку руками. На нашей этой машине русской, да не проедете, но мы проехали до Владивостока находки. В прошлом году 15 государств, Германия, Австрия, Венгрия, все прошли. 6 мусульманских республик. Это везде оставили книги, везде Евангелие. Это Бог нам дал. Только в окрестных селах рядом мы раздали 30 тысяч Евангелий. Доставили. Тысяч. Ты одну тысячу раздай. Это входя в дом, это 30 тысяч домов мы посетили. только в окрестностях, где мы живем. И в этом ничего особенного нет. Это как дыхание жизни. Мы любим людей и хотим, чтобы они наследовали жизнь вечную. Больше ничего в этом нет. Я уверовал, я хочу, чтобы другой ознакомился с личностью Иисуса Христа. Вот приезжал он, батюшка сослался на отца Сергия. Каннабас, да? А как переводится Каннабас? Не котел? Это Котельников видит. Батюшка один, это Сергий, он знает где. Очень хороший. Ну, где-то 36 лет мы с этим знакомы, с батюшкой и всем столько лет. Вот батюшка узнал о книге, он тут же авансом сразу деньги дал, книги, чтобы сюда. Ну, и опять же, не долго больше нет. На обратной пути может завезать. Мы оставляем книги. Мне нужно вызвать доверие людей. Я свалился, мне нежданный, незваный, негаданный, и вдруг я появляюсь. Кто такой? Государственная библиотека. Я должен в течение примерно 10 минут вызвать полное доверие к себе, вызвать доверие к книгам и получить документы от них, собрать людей, с которыми работники побеседуют, если ездят еще с русскими, и сорваться и дальше. У нас настолько плотный график, что который берет деньги на это, он уже садится на машину, который двигается, на ходу прыгает. Не минута, а секунды. И дальше мы начнем найти место, где спрятаться подальше от дороги на километр уйти, в какой-то лесополосе, сделать печку, быстренько приготовить пищу, и чтобы ночью сохранить, все утром опять уже. И в темноте мы уезжали, на восток ездили, мы отбой в 10, пойдем в 2 часа. Каждый день, 4 часа только на сон, а дальше машина идет в путь, и успевать там благовещен в китайской границе. Ну, если ничего нет, эту поездку правильно сказал отец Кирилл, ее нельзя совершить, потому что ничего нет. Мы едем не с чужим товаром, со своим. И когда говоришь, что автор книг, мгновенно меняется отношение людей. Представляете, автор книг приехал, это не 2, не 3. Это выставить, это охот, это метр сорок полка должна быть. Метр сорок. Это 31 килограмм. Книги изданы очень, очень хорошо. Я послал подарок Путину, и показывали как-то по телевидению, и показывали, книги стоят у него. У Путина. Медведеву, Патриарху Кириллу, многим архиереям. Ну, одно, что у меня минимальная пенсия, 5,5 тысяч рублей. Мне не давали работать нигде. Гоняли и гоняли, только во вневедомственной охране, при милиции. А охрана что получает? И представьте, за 2 только летних года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это наше, лично наше. Откуда? Ясное дело, что Бог дает через людей, которые знают. И будут ли эти встречи так благотворные, как мы думаем, не знаем. Вот в Испании у нас ничего нет, кроме Мадрида, библиотеки. Ну, значит, нет. Мы думали, что мы же здесь найдем у кого-то знакомое в Испании есть. Даже в Португалии и то мы нашли. Во Франции там вообще ждут. В Бельгии. Ну, ждут просто. Старообрядческая метрополия примет в дар вашей книге? На днях ездил мой племянник в Москву. И я попросил его, чтобы он завез своему митрополиту Корнелию мои книги. И, наконец, книги там приняты. Книги эти я подарил патриарху Александру. Эти, ну, Новозыпковские. Ну, губернатору, своему епископу. То есть, те, которые над нами, все получили книги. Отзывы, конечно, и в печати есть. Ну, презентация книг, когда была, говорили, я ничего себе приписать не могу. Они, ну, просто, они аналога не имеют эти книги. Их нет, их сравнивать не с чем. Как в песне поется, первый парень говорит на деревне, а в деревне дом один. Вот, 18-й том, это 750 страниц, полностью посвящен мусульманству. Мусульман, главное, это зеленый свет. И книга зеленого света, «Евреи любят золото», книга золотистого света. Им посвящено три тома, разбор Талмуда. Это 12 томов. И что об евреях за 3600 лет было сказано политическими деятелями, поэтому все помещено в книге. И так и здесь. Каждую суру и аят, это глава стих Корана, они разбираются во свете Библии. У меня подходят никак у Сысоева. Я не критикую ничего, просто беру оттуда выдержку в кавычки и дальше ставлю рядом святая Библия. Как это сравнить? И человек, мусульманин, который считает, он видит, Коран правильно дам ему. Я не критикую Коран, я привожу его и говорю, священная книга мусульман. И далее, священная книга христиан. И вот сравните. Но для этого я должен знать Коран полностью, как Библию и сделать ссылку на Библию. Именно эти места соответствующие. А это бывает Ветхий Завет Новый и откуда-то еще бывает. Даже в Коране на Жития Святых ссылается. Я тоже должен знать Жития. А это 1173 биографии. Жития. И нужно подставить здесь и посмотреть, какие искажения в Коране от истины. Понимаете? Это тоже нельзя составить. Допустим, у меня 26-й тур. Это русская палазия за 300 лет от 300 поэтов. Что они сказали по определенной теме? Допустим, я в пяти университетах вел занятия. И задают вопросы. Три радиопрограммы вел. Милиции, воинские части. Трудно сказать, где бы я там не проповедовал. И задают вопросы. А у меня поврежденный слух только в писемном виде. Записку. Я их отвечаю. А дома более пространные люди стали просить. Я тогда уже выписки мест, откуда это взято. И вот, допустим, задают вопрос. Какое участие поэта России приняли в подготовке революции? Я могу задать в литературном институте, никто этого не знает. Я все время должен проворачивать 20 тысяч файлов. Я говорю, вот Волошин, Максимилиан, это и тут стихотворение. Вопрос. Ответ. Ответ. Мой ответ совсем коротенький. Дальше его стихотворение Волошина. После него Библия, что говорит о Волошине? Какое место Библии? Следующее. Что об этом сказал, допустим, Ломоносов, предвидя это? Дальше. После него опять год издания и Библия. И так на каждый вопрос я отвечаю из шести поэтов России, которые за 300 лет были. Но без помощи Евгения Втушенко бы не одолеть. Сырой материал я получил от него. И эту книгу ее нельзя давать в руки. Кто связан с литературой или журналистикой, они, наверное, ее сметают с библиотеки. Даже в дверях стоит, его поймали и говорит, это три цены. Он говорит, я пять отдам, но утащу. Это нельзя сделать. Это Бог делает. Поэтому, кто меня знает, у меня нет образования ни одного класса по семинариям или картам, я все доходил самоуком. Как самоуком? Достаю книги и читаю. И люди спрашивают, я отвечаю. Но войти ответ должен абсолютно точно, в кавычки. Допустим, я студентам говорю, в следующий месяц буду отвечать на вопросы по житиям святых. Вот вообразите. По житиям святых современные вопросы. А жития святых бывает в одной биографии жития святых, она на 10-20 вопросов отвечает. Что из жития именно взять по этой тематике? И бывает на один вопрос, у меня из 20 житий в кавычки взяты, показывают. Не я отвечаю. Что жития святых отвечает? А нет таких материалов мировой литературы. И далее, что об этом говорит Библия? Везде результат, как бы корона всему, что говорит Библия? Вот у меня стихи 3467 стихотворений по 9 куплетов. И после каждой строчки показано место, откуда взято, какая книга, какая глава, какой стих из Библии. 36 раз надо открыть Библию, чтобы стихотворения прочитать. Их просто нет таких книг. Это выглядит красиво, знаете, как блеск какой новогодней елки. Это Бог делает. Начинают удивляться. Я этому не удивляюсь. Я прошу у Бога, Бог дает, я просто записал и все. У них как-то понятие. Я вроде сделал. один начал говорить, я говорю, это же из Библии. Он говорит, еще более удивительно, чтобы узнали, откуда взять. Это святая Библия, она переделала мой характер и все остальное. Когда я людям говорю о своей биографии, я с пяти лет знал, кем буду, не космонавтом. Я очень тщательно готовился быть террористом. боевать советской властью. Сейчас уже не страшно говорить под окнами этого дома. У меня-то написано везде об этом. Но я ничего не сделал, кроме того, что тренировался много, готовился. И меня Бог в это время, как Савла, остановил и сказал, тебя будут давить, тебя будут бить, тебя будут сажать. Так все и было. Он меня, Господь, в том направлении подготовил, и поэтому вот так. Георгий Иванов хотел спросить. Да. Можно, Игнать Игорь? Ну, вот удивительно, ну, в смысле, может быть, и неудивительно, Игнать Игорь, что вот в этот период, когда мы здесь общаемся с вами, вот два человека, да, Федор Куников и вы. Один по морю, по безводным тихоокеанским пустошам, так сказать, а второй здесь по земле. Ну, в принципе, цель-то одна прославление Бога, Христа Господа, Бога нашего. И вот единственный мне, вот к вам вопрос какой. Да, один по суше, другой, вот недавно, буквально, это же промыслительно, что вот здесь, а тут закончил вот свое путешествие по Тихому океану, вот буквально, вот, ну, на днях средства массовой информации передали, что он в Австралию прибыло, там встречали, послы все. И он там говорит, что только молитва, только молитва Христу Господу, Богу нашему, и именно вера помогла сделать то, сделать, сделать то, что, сделать то, что, в принципе, невозможно человеку переплыть в одиночку, без всякого захода в торта, вот такое. И вот сейчас слушаю вас, а здесь разум, как бы, вот человек, который специально не учился, да, ни одного класса семинария духовные, и вот такое, такие чудеса, буквально, делает вот прославление Господа. Я хотел спросить, ну, там они не могли, средства массовой информации, так сказать, не могли обойти этот момент Федора Конихова. А вот как вы думаете, вот здесь вот, с вами, вот пока я не видел, я вот, к сожалению, ну, я впервые с вами встречаюсь, вот так, вот так получилось. А я вот, ну, я не знаю, прямо просто теряешься даже, не знаю, за что схватился, то ли за рубашку вашу, то ли за поезд, то ли обнять вас. Вот, просто для меня это такое откровение, вот, хотя много слушалось за Кирилла, но теперь, я не знаю, вот, как вы думаете, Игнат Тихович, вот, ну, а вас, вот, как же скажут эти люди, которые прославляли, вот, ну, не прославляли, показали, во всяком случае, а Федори, Федори, люди, которые, даже не знали, первый раз услышали, и встречи, а какие впереди встречи, люди собирают, сколько людей, а Федор, он мотается на волнах, я сам морях знаю, это никому не надо, типа, потом на верблюдах, поехал он, пустыня Гоби, на Алтайский край, он не знает, что делать, он без дела, и поэтому, ну, люди мира всего, они такие есть, они прославляют, мы идем с вестью о спасении Христи, мир не знает Христа, и не нуждается в этом, им это не надо, но те единицы, которые коснулось, кого сердце, вот, знает отец, ну, людей, которых буду называть, и жизнь изменилась, вот, вы слышали, Кришнаит отрезал голову иеромонаху Григорию Яковлеву, это двоюродный племянник Суслова, главного идеолога страны, и он обратился, кто покаялся в моем доме, пусть Федор покажет, нет, в моем доме евреи делаются православным батюшкой, служат в Грузии, патриарха Ильи, на ум Израилович Борщуков, в интернете выставлены, как в прошлом году были, у Федора ничего этого нет, это новые люди, бороться надо, я отвечаю, бороться очень просто, пусть через каждый один еврей станет православным батюшкой, следователь КГБ обратился, и сейчас батюшка, отец, пусть один сотрудник КГБ, через каждого священника, я уж не говорю о Миренах, станет батюшкой, ситуация изменится, этот Яков, он был на Украине, республиканского масштаба, комсомольский работник, мы вместе начитывали, архипелаг, гулаг, история русской церкви, и 20-й век христианства, пленки, за которые меня трясли и посадили, ну, что, зверства коммунистов где-то, конкретно, Федор не может еще показать, он не знает, зачем он священником стал, зачем это нужно, ну, хорошо, охлобыстин, какой священник, шут гороховый, это позор один, это нигде в мире такого нет, чтобы безобразничал, там играет еродиво, их падает, слюни распускает, они никто в этом вопросе, за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас, какое дадим оправдание, что скажем в защиту свою, найдется для нас сострадание, найдется нам место в раю, Федор, Федор переводится Божий дар, какой это дар, Бог дал дар, чтобы на волнах качаться, да он Богороду еще вскопал, да накормил детей, если не так, пусть он сам о себе скажет, в конце жизни он увидит пустота, ничего это никому не надо, плыл день за днем, жизнь подвергал опасности, искушал, не искушай Господа Бога, мы ни разу в аварию не попали, но мы-то везем груз бесценный, мы грузимся специально, машину купили для этого специально, и вообразите, даже в один город, скажем ладно, завтра в Орехово-Зуево съездите, отвезите, мы посетили 444 места, это надо встретиться и проще, причем тут Федор, у него ни одного нет, ни одной встречи нет, то есть сравнивать даже ни с чем, ни процента, ни полпроцента, нам Бог это доверил, и мы хотим, чтобы кого-то это подвигло, и вы в другом направлении тронулись, кто-то должен начать с юга еще, мы дошли до самого конца, дальше у нас возможности нет, нынче вот мы дойти до Португалии, Англии, пройти всю Скандинавию, центру Европы, Прибалтику, и сразу уходим на север, Мурманск, к Баренцеву морю, и везем каждый раз полный груз, 25 экземпляров по 30, сколько у нас, 38 книг, умножьте, куда это будет, мы у нас продукты, все свое есть, и охранная собака, это собака не просто, а чемпион России, с медалью я показал какую, это было просто дело, в прошлом году она была чемпионом Сибири, и приехала, и буквально через несколько дней на соревнованиях присвоили звание чемпиона России, я медаль привез золотую, Игнатий Тихоневич, пожалуйста, несколько, пожалуйста, несколько слов, были ли вы женаты, были ли, вот, о личном своем, и это не надо никому, извините, пожалуйста, это не надо никому, жена не пропадет, никуда она не денется, и она благословила, так что тут все на месте, сегодня только звонил мой родной брат, протеерея, отец Аким, он где-то лет 35, в сане протеерея, я бы хотел вот батюшке вопрос еще задать, что-то сказать, когда мы познакомились, и как что было, пусть он скажет. Знаете, вот эти дни, когда приехал Игнатий Тихоневич, для меня великая радость, я вспоминаю первую свою поездку в Иерусалим, 1994 год, я просто, можно сказать, случайно, но случайность не бывает, попал в Иерусалим, и мне, именно по этой земле, дали диск, то есть не диск, а кассету, с его отушкой, да, 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 с фильмом «Задус, потеряю». Я тот фильм посмотрел там, в Иерусалиме, по дороге там мы смотрели его, потом, когда приехал себе домой, я всем своим знакомым давал смотреть, и вставил в пример личную духовную жизнь, личный труд и участие человека, вот, когда он спит, когда он, вообще-то, отдыхает, когда столько трудов, человек делает благих, не только, как личной жизни там, но и благовестнических. И вот, для меня это было, действительно, было открытие, большое открытие, и буквально вчера мы встречаемся, 20 лет прошло, и это сокровище, которое я приобрел 20 лет назад, опять, так сказать, я его отыскал, можно сказать. Я повторю, фильм, государственный фильм, среди документальных фильмов России, занял первое место. «Златоус», это моё прозвище, из Потеряевки деревни. Мы перед этим поставили фильм «Причустие», и он взял главный приз на международном киноконкурсе. Это в честью Родины нашей. Назвали «Искорка, возрождающаяся Россией». Мы взяли землю и с нуля строим православное поселение. Все православные. Поселиться может, кто не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. И фильм сняли, это красноярский филиал Свердловской киностудии документальных фильмов. И там взял ещё один фильм, «Третий» был «Глаз вопиющего», «Второе крещение Руси». Да. Ладно, Ваше. И вот я вот как раз общаюсь уже непосредственно. Действительно, я убеждаюсь, не то, что убеждаюсь, а как бы реальный человек, простой до невозможности, настолько доступный в общении, настолько высокий слов безобразования. Это просто можно сказать, дар, дар Божий в моей, так сказать, жизни, но вот благодаря отцу Кириллу и его приходу, где я встретился с вами. Вот так что очень, очень благодарю Бога за эту встречу. И можно сказать, на протяжении всей жизни можно ставить вас пример, личный пример для себя и не только для себя, но и для многих, как нужно жить и как нужно трудиться и Богу молиться и спасать свою душу. Значит, батюшка, не забывай следующее. Завтра утром вы едете с нами в британское посольство. Отец Кирилл благословил. Ваша задача только стоять, нигде ни слова не говорить и молиться. Ничего, нигде. Любое слово может пойти в другую сторону. Игнать Игорьевич, еще более высокий уровень представительства, потому что отец Саван Митрофорный протеерей. Еще более высокий уровень. А что говорите? Это все награды. Все столько когда ходишь, как ты с собой. Видите, они, священники, относятся так. Я бы махнул руку сегодня разговор зашел, вот я сейчас проповедь говорил последнюю, там эпитемия. А если я буду накладывать эпитемия на блудника, допустим, на прелюбодение 12 лет, никого не будет. Ты не о брюхе забудь о своем, а о душе. Ты боишься, что один не придет в храм. Тебе есть нечем будет с голоду подохнешь. Да нет, я за это особенно не боюсь. Я просто боюсь за тех людей, чтобы они вообще от церкви не нашли. Они еще всегда не покинули ее. Угодники, значит, для нас данные каноны церковные, мы православные. Назвавшись православными, мы должны принять все каноны, все, что сделала для нас церковь. Не мудрствовать. Нам думают, меня сейчас спрашивают, что думать? Я говорю, я не думаю, за меня обдумали святые отцы, я принял веру в это. И мне толковать не надо Библию, она истолкована. А у сектантов что сказала Маня, что сказал Ваня. И они сидят и колобродят. А мы, когда представляем православное толкование, говорят, у них глаза в разбежку на 13 сантиметров. Великую миссию выполнила православная церковь и растеряла все в последнее время. Я им задаю, батюшки, самое ценное, что в православии, назовите, чего нет у сектантов. Он сидит и не знает. Вот священников 10, и ни один не может ответить. Я говорю, самое ценное, это вы, что есть рукоположенное священство. Это каноны церкви толкования, вот это самое наисценнейшее. Все. Все остальное у других лучше. Но чтобы это принять, это надо быть православным. Наши пастыри имеют законное рукоположение от епископов, которые идут по хератонии до апостолов. Вот что самое ценное. А все остальное, говорят, а вот у нас мощи, пожалуйста, у буддистов мощи более мощные. Тысячелетия лежат как живые, мол, Даша пишет профессор. Они чудеса такие творят, мы во сне их не видели. Значит, наша сила мощь не в мощах, а в живых людях отдавшись Христу. Это самое ценное. А вот вы за обедом упомянули Иванова, Порфирия. Порфирия, да. Это последний вопрос, потом гребеснопение исполнен будет. Я скажу, что это антихрист на русской земле. Он назывался бог земли. Ну, обливаться холодной водой, который говорил. Но у него издельные мысли, их надо в жизни. Он говорил, главное болезнь не впущать в себя. И тогда тебе лечиться не надо будет. Вот по Америке едешь, у каждой школы, предприятия, везде что-то они играют, там поднимается, шведская стенка. Нигде столь много полных женщин нет, как в России и француженки говорят. Себя надо в руках держать и работать над собой. А вот когда ты болеешь, ну, разные диабеты, в первую очередь, диабеты, тебя головоком отдавит, лопаются жилы. Это все можно, рот закрой, поменьше сделай, остальное уйдет. Лекарство очень простое. Эта болезнь пришла через рот широкий. Пожалуйста. Васечка, вздай. Так, ну что же, приближаемся к музыкальному аккорду. Есть ли еще желающие задать последние вопросы? Светлана, пожалуйста. Да, да, идет, идет. Сказал. Униаты, как мусульмане, могли бы вас слушать так же? Или было сразу отторжение? О, Москаль, нечем говорить. Батя задал вопрос. Мы берем музыку, это Александр Билл. Он говорит, вы как, нашли бы язык, мне не надо искать, я его сяду. Я второй музыкальный. Я этим готовился, я его понимаю. И у меня с ним был бы полный контакт. Это был патриот своей родины. По-своему. На нем кровь российских солдат, 20 примерно, БТР. Это другой разговор. Его сделали вы такими? Безжалостным, жестоким. Почему? У него три дяди в ГУЛАГе погибли. Покаяние непринесено перед этим. А проще всего на дружечке надели два выстрела в сердце. Кого били-то, которые связаны? Но он не униат. А униат, на Западе. Могли бы вы общаться? Или у них они так надменно, как паскаль? Я ни разу за 52 года деятельности не спорил с католиками. У нас сразу контакт идет. Вот с мусульманами у меня спор практически никогда не бывает. Вот там Даниила, Сысоева, у него другой подход. У меня совершенно другой подход. Я вот сижу в камере. Нашу камеру называли камерой профессоров. Один во главе директоров, за паровозы говорят. Первые секретари и судимые были. А второй преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. И вот я им отвечаю. Они вопрос задают, а я долго молюсь. Я разбил день на 5 частей. Каждая часть, примерно час-полтора молитвы. А с 8 до 10, 10 отбой, я проповедую. В любой тюрьме. Двери открыты, охранники двух этажей стоят в коридоре. Этого никто не видел и не слышал. И каждый день. Сначала узнал, кто не курит. Я ему даю Евангелие, он его читает. Который пахал, но главное, в камере, строго, чтобы ни один не закурил за это время. Полная мертвая тишина. Вот аудитория. Никто там с лестницами не лазит нигде. Полная тишина. А туда я не попал, боссы, не арестовали. 20 лет в тюрмах служил в тюрмах. Даже заведующего отделом был в партии. Если Господь откроет дверь, никто не закроет. И когда беседуешь с мусульманами, я сразу подчеркиваю, им здесь труднее. Всем людям говорю, им труднее, это другой народ, он один. Да, он преступник, как и вы, да, сознаются все, я ему в первую счастье помогаю. И вот какое ко мне отношение? Мне идут передачки, а я их в глаза не вижу. Я сразу нахожу, кто больше всего болен и куда ее деть. А мне иногда сверхпередачи другие еще приносят. Вот пост я в тюрьме не нарушил ни разу ни разу, ни в тюрьме, ни в больнице, нигде. Не потому, что хороший, а я православный. Вопрос снятый. И вот благовещение. Открывается кормушка, полное блюдо рыбы, да не разваренные, готовые. И стараются мне протолкнуть сюда, вся камера питается. И кто это? Охранники. А их дубаки, они такие. А я им молитвы написал. Одна женщина, ее звали Эльза Кох, небольшого роста, но до того она въедливая охранница. И она один раз выпала, повела меня к следователю. И мы сделали с ней большими друзьями, пока туда-сюда водила. И что только мне следователь не приносил, я все принес. Я мог бы оружие принести. Это Эльза Кох, прекрасная женщина, умная. Я ей списал все праздники. А готовясь быть арестованным, я запомнил календарь на 20 лет вперед. Все праздники. И поэтому там я им писал, говорил, молитвы, такое отношение. Я говорю, а здесь у вас были священники? Были. Вот здесь, говорит, он лежал, вставал, он встанет, поезд, опять ляжет. Меня лежащего они не видели. В камере провел, допустим, три месяца, и ни один заключенный меня на горшке не видал. Подъем в 6, у меня всегда подъем в 4 часа. Как кто-то кнет. И охранники с той стороны в окончик, вот смотрите, как он лежит, тут руку положил, не повернулся даже. Вот сейчас 6 часов, а там свет день и ночь светит. Часов нету. Я мгновенно соскочил, сначала умываться. Я знал, что это ангел. Ровно в определенное время, минуты можно было. И я в тюрьму, я только просил, Господи, не отниметь меня духом молитвы. И они ничего не могли сделать. Вот у меня 12 кандидатов наук на мне работало. Целый исследовательский отдел, это мне в КГБ сказали. А я ничего из себя не значу. И говорил только правду. И все говорили только правду. И поэтому по сегодняшний день не понимают. А за что меня взяли, когда я говорил правду? Но правда это ими не принималось. И когда они принимают люди обречения, они обречены на провал, как КПСС. Если Патриархия Московского не может принять обречение, она обречена. Обречение ощущает душу. облегчает ее. Открывает глаза. Вот что такое обречение, когда нас обречают. А здесь одно слово сказал на меня. А он о Патриархии отозвался неодобрительно. Ты скажи, что я не правду сказал. А чего ради одобрительно, когда вы лютые волки? Писание говорит. Павел говорит, лютые волки, нещадящие стадо. Что я тебе буду говорить? Я тебе говорю, что есть факты. Ты справляйся и ты призван людей вести, а не обирать их. Не нравится? Читай пророка Иеремии, Исаию, они тебе скажут мне. Слепые вожди слепых. Вот и все. А что бы мне? Мне ваша любовь не нужна, я не сахарная баба, чтобы меня целовать. Вот и весь сказ. Так, музыкальная... Хотела... А, Светлана, прошу прощения. Давай, давай. Может, мы с ним? Давайте, Типич, вы мне напомнили моего духовного отца, который уже для меня родил, так сказать, я хочу сказать, покойный уже, владыка Титом. Тогда он был просто отец Тихо. И вы знаете, вот столько лет прошло, и я, честно говоря, никогда не видела, чтобы так за священником ходили люди. Вот я первый раз, вот после отца Тихона, увидела, как за вами ходят люди. То есть, куда бы он ни шел, из дома в церковь, из церковь, в воскресную школу, с воскресной школы домой, его всегда окружали люди. Такого не было, чтобы он мог пройти, его не окружали люди. То есть, настолько был действительно истинный пастырь, он ходил, проповедовал по школам, по высшим учебным заведениям. То есть, настолько был горящий Богу человек, и вначале он нигде ничего не оканчивал, не было у него какого богословского образования, это действительно был богослов от Бога. Вот. И хочу сказать, что вот таких живых проповедей, в общем-то, я уже много лет не слышала, после того, как нас жизнь, так сказать, разлучила. во многих храмах была, монастырях, но такой вот живой, искренней проповеди, основанной на священном писании, в общем-то, не встречала. Это понятно, что, может быть, не каждому дано, может быть, что-то утеряли, и священство что-то утеряло, и кончают академии, и семинарии, то, что человеку нужно, действительно, вот дыхание Духа Святого, они не получают. А пастыри, в общем-то, проверники Слова Божия. Вот. Хотелось бы сказать, вот, спросить, почему так вот, почему вот, не слышим, вот, много проповедей, а Духа в них нет. Много слов, а Духа нет в проповеде священнической. Нет Духа. Митрополит, Виталий мне написал, был такой историк, русский Карташов, профессор, и ему, говорит, представили слово. Слово было насыщенное знаниями, но сухое и никого не пробуждало. Вес ответ. Это внутренне, от тебя не зависит, даже слова самые простые, несколько слов, и они могут перевернуть горы. Там Господь. Ну, вы знаете, как было показано Ильи, горы, раздирающий ветер, Бога там нет. Огонь, Бога нет, и тихо, и не ветра, и здесь Господь. Так что, ответ один, Бог. Когда Григорий Ефимович Распутин пошел в город, ему сказали, ты развратишься там. А он поднял палец, а Бог? Вот мы сейчас, это так говорим, а Бог? Мы едем, невозможно, а Бог? Я на, для Бога это делаю, мне тело хватает дома. Вот и весь этот. Так, ну что же, и погодка тоже немножко беспокоит. Давайте музыкальная часть. Хотелось бы в заключении несколько песнопений исполнить, которые прославляют Господа нашего Иисуса Христа. Иисуса Христа. Взгляни на Голгофу, на Голгофу взгляни. Нам слышится голос Христа Иисуса. Взгляни на Голгофу, на Голгофу взгляни. Когда ты не можешь ответить сердечно На чье-то тревожное слово Прости. Взгляни и учись, как прощает всех грешных. Христос на Голгофе, на Голгофу взгляни. Взгляни и учись, как прощает всех грешных. Христос на Голгофе, Взгляни на Голгофу взгляни. Однажды еще уходя от Голгофы, Взгляни на Голгофу взгляни. Смотри на Голгофу, Смотри постоянно. И в солнце дождь, На рассвете в ночи. Когда будешь счастлив, Когда ты устанешь, Смотри на Голгофу, На Голгофу смотри. Когда будешь счастлив, Когда ты устанешь, Смотри на Голгофу, На Голгофу смотри. Смотри на Голгофу, Смотри на Голгофе, Смотри на Голгофе, Прихожу к тебе я Вот твоя сильна О, ты велик Ты прекрасен и велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты О, ты велик Ты прекрасен и велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты Будут петь тебе я Будут петь тебе я Вечно, вечно За твою любовь и милость Что ты даришь нам с небес Будут петь тебе я Будут петь тебе я Вечно, вечно За твою любовь и милость Что ты даришь нам с небес О, ты велик Ты прекрасен и велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты О, ты велик Ты прекрасен и велик И другого нет, как ты И другого нет, как ты Ты один достоин, ты один достоин Всей хвалы, всей хвалы Мы восносим в небу руки Тебе радуемся мы Ты один достоин, ты один достоин Всей хвалы, всей хвалы Всей хвалы Всей хвалы Мы восносим в небу руки Тебе радуемся мы О, ты велик Ты прекрасен и велик И другого нет, как ты И другого нет коты, о, ты велик, ты прекрасен и велик И другого нет коты, и другого нет коты А нас зовут христианин, ты не знаешь, как он поешь? Давно много имени Может быть, это кто-то поет его Дал нам новое имя, нас зовут христианин Ну ладно, ну на башку, мы на базе и засталась Сейчас, все после, вычутили Нас зовут христианин Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христианин Иисус стал нам другом Мы на деле узнали Он врачует не другим Утоляет печали Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христианин Он нас делал родными Он нас делал друзьями Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христианин Третий, не помните? Третий забыл Слава Христу Ну ладно, все Спасибо большое Слава Христу За молись, святых отец наше Господи, святых и святых Жене Божию, шамимый наш Аминь Слава Свою Сыну и Святому Духу И ныне и грешна И вовек, и веком аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови Божию Божию Слава Христу Как зиму Благословение Благословения Благословение 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 А вы от какой-то организации? Да, можно и так сказать. Какой-то организации у нас русско-сербское единство, движение за русско-сербское единство во имя преподобного Сергея Радонежского, святителя Николая Сербского. Ваши бюджет где? Русской, здесь. Не скучи. Муж у меня серб. А, вот так. Поэтому вам так это близко. На самом деле, это мы уже поженились. А выручка? В связи с тем, что это все происходит. Так, вопрос. Да. Знаете, Тихонович, вот есть такое выражение, сейчас очень актуальное, что и мотиваторы такие в соцсетях, что в России две беды. И, значит, как бы представлены мусульмане и евреи. Но вот в данном случае хотелось по еврейскому вопросу у вас спросить ваше мнение, что вы считаете. Потому что, как бы, в общем-то, понятно, что власть во многом захвачена именно евреями. Вот. Евреи все разные. Есть тех, которых называют жидами, есть те, которые не считаются жидами, есть евреи, которые даже патриоты России, например, был такой генерал Рохлин, тоже был, кстати, еврей, его убили. Это ваше мнение по еврейскому вопросу, как к ним относиться, противодействовать ли им. Если противодействовать, то как вообще? Я не отрицаю ничего, что говорят про евреев. О еврейской революции, о гибели царского семейства, о разрухе, об олигархии, о том, что все средства перегнали в Израиль. Меня это совершенно не касается. Меня касается моя душа. А душа моя, она нашла покой во Христе по священному писанию. Так надо ли бороться с евреями? Надо. А как? Любовью. Другого оружия мне Христос не дал. Где евреи нуждаются, где гонимые? Они только через... люди через мой труп только перешагнут, тогда к евреям прикоснутся. Я желаю быть благословенным у моего Господа Бога. 17 глава говорит, Бог сказал Абраму, проклинающий вас проклят будет, благословляющий будет благословен. Я благословляю евреев, ежедневно молюсь об этом многострадальном народе, о закваске мира. Это в плане Божьем. Люди не понимают. Мир не был сотворен. Бог уже изначально избрал этот народ. И он для своего рода избранный. И для всего мира. Придет время, остаток Израиля спасется. И на этом история мировая закончится. Вот и весь ответ. Русская наработка. Бей жидов, спасай Россию. Более безумного ничего нельзя было придумать. Царь Николай знал хорошо о погромах, какие были в Харькове и в Одессе. Да он бы вызвал министра, кто был витте. Еще одного еврея, кто тронет, ты будешь сам висеть рядом на виселице. И все, говорят, сдохла собака. К евреям можно относиться только с позиции Библии. Благословлять. Так они ограбили нас. Я не вижу этого и не знаю. Я живу, мне хватает. Они пошли другим путем, чтобы Бог им открыл истину. Чтобы они приняли Мессия Иисуса Христа. Чтобы они уверовали. А путь это только путь любви и мира. Я не еврей. У меня природные корни все русские. Отец Рязани, а мать Горянка. Но мне евреи помогают все время. Я об евреях не могу сказать ни одного плохого слова. В моей жизни плохих евреев не было. А я встречаюсь ни с одним, ни с двумя. Притом это лица первые в крае. Такие вплоть до губернатора. И познакомившись с ними, я открываю перед ними все, что делаю. Они помогают средствам. Помогают моему детскому лагерю православному. Помогают в издании христианских книг. Что я могу сказать? Я разве безумный? Это Бог делает. А у тебя другие евреи. С ними ты работай. Ко мне привезли похвалиться. Вот какой тут он еврей. Он есть на ум Израильевич. Родители его уехали в Израиль. Он делается после знакомства с нами православным священником. И этот священник далеко известен. Недавно ездили его сыновья в Израиль. Их не пустили из-за отца. Он протоколы селомских мудрецов публикует все. Еврей. Но не со злобой, а с любовью. Я верю, да. Протоколы написаны. Ну и что? Это мировая история. Она этим должна закончиться. А что, цыганам Бог бы доверил? Надо просто научиться мыслить критериями священного писания. Бог избрал этот народ. И через него вот это все, что идет все мировые войны, что они делают, где захватили. А у нас сейчас две беды. Я говорю только об евреях. И с мусульманами также надо бороться. Любовью. Я сотрудничаю с тюрьмой много лет. Много лет. Ну а так как заключенные знают, что я каторжник, они ко мне особое отношение имеют. Я выступаю в них по радио, покупаю, что требуется, там эти радиоточки, чтобы они могли слушать. Какие жалобы? Я иду в комитет по охране прав человека в Алтайском крае. Прокурору края иду ходатайствую. У них особое отношение. Они выходят из тюрьмы, ко мне на пути встречаются. Они не знают, с какой стороны ко мне подойти. Да у меня тут бутылка. Я и не пью, купил, не знаю. Не подходите ко мне. Я не должен с вами даже рядом быть. Это заключенные где-то. И кто? Встречаются евреи. Я видел это. Первый еврей, с которым я близко столкнулся, это на корабле было. Его за что-то наказали свои евреи и отправили его на корабль. А мы с ним, два юродивых, сразу сошлись, как будто родные братья. Ему постоянно беседовали. От него я узнал стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». Я тут же его заучил. А ты хотел бы быть евреем, но невыполнимое желание я бы стал им. И понес бы этот свет любви Божией. Я христианин. Вы стали евреем-христианином. Вот вы сказали, что остаток Израиля спасется, то есть уверует Христа. Надо так понимать? Да, так. Это послание к римлянам. Апостол Павел говорит. Остаток. Если отвержать отторжение евреев, такое богатство миру, то что будет принятие, когда они примут Христа? Это весь мир сделается сокровищем для всех. И поэтому на евреях, если хочешь быть благословенным, никогда плохо о евреях не говори, не проклинай, а только благословляй. Это непосредственно Богом сказано, Богом и Еговой. А как быть с такой сектой Хаббат, которая, в общем-то, они даже своих-то евреев не считают за живых душ. Ну, найдешь лучшего русского, убей. Шульхана Рухтам. Это я все знаю, что Назаров говорит. Нет, я имею в виду, что они даже про своих евреев, то есть они считают, что 600 тысяч душ всего-навсего живых. И, соответственно, все остальные евреи, вообще даже никто. Я не говорю про русских и других, я говорю про евреев. У меня Евангелие. И поступая по Евангелию, я делаюсь совершенно неуязвимым для них. А если они тебя убьют, кончился за меня. Ну, как сатанистов благословлять? Вот вы говорите, благословлять евреев. Но если Хаббатники сатанисты, оккультисты, что благословлять не надо? Другого не дано, понимаете? Я говорю как христианин, и спорить мне не положено. Может, молиться за них? Мне говорится, молитесь, Господь говорит, всякая власть дана от Бога, попущена Богом, так сказать. Любите врагов ваши. И мы обязаны молиться и просить, чтобы Бог их наставил на пути. Не мы, да кто этим будет заниматься? А они там сатанисты, Бог разрешит все. Для Бога этого ничего не... Он бы мог сатану уничтожить, его бы не было, и зла не было. Но сатана действует. То есть мы должны молиться об обращении евреев? Только. Свидетельствовать им? Если еврей попал где-то в беду, я постешу к нему на помощь. Средствами, чем угодно. Я благодарен этой нации. Благодарен без конца. Почему? Апостол Павел говорит, какое преимущество быть иудеем? И дальше отвечает. Во всех отношениях преимущество быть, родиться евреем. А наипаче в том, наиболее, что им верено Слово Божие. Кабы не еврея у меня не было в русской Библии. Без Библии я никто. Что сейчас было, говорили тут. Это у меня ничего не было. Я вообще никто, я бы давно умер. Благодаря, я имею в виду тех евреев, которые масореты сохранили Библию. Благодаря пророкам еврейским, благодаря еврейке Богородице, еврею Иисуса Христу. И тут я получил через них жизнь вечную. И как я могу сказать на этот народ? Я буду одним из самых безумных. И даже знаю, где-то евреи виноваты, там будут говорить. Я обязательно заступлюсь за них. Я хочу иметь благословение. Но я ему должен сказать о Христе. Вы распяли Мессию. Вы ошиблись. Он пришел. Нового Мишуаха ждете. Это будет Антихрист. Я должен ему сказать это. И я ему скажу. Вот мое отношение. Я люблю их. Христиане. Как вы? Понял. Спасибо, Христиане. Спасибо, Господа. У меня отношение к мусульманам мое точно такое же. У них другая роль совсем. Это бить Божий за наше отступничество. И у меня с мусульманами прекрасное отношение. Вот я говорю. Были в доме Володащева. Ходил умещать, молился. Но войну нам подсказали с ними? То есть это же будет возможно? И мы должны приготовиться. И не надо бояться ни смерти, ни болезни. Нам нужно научиться умирать. Мы должны противодействовать этому? Молитвы. Другого нет. Любовь. Другого оружия Бог не дал. Я встречаюсь с мусульманами. Мне говорят. Вот они там шахиды такие убивают. У меня нет их таких. Говорили, что нет, это невозможно. Вот брат вышел на улицу. Молодые хищенцы идут. Он спрашивает. Они тоже ему отвечают. Он дает им визитку. Они ему. Мы только следим, мы уже друзья. В Хищневце. Какое почтение у них старшему. Девушка выбегает. Прямо библиотеку. Мы заходим. Когда Тихоновича подбегает, выхватывает. А там книги-то тяжелые мы несем. Какое почтение к старшему у них. И сфотографируйся тут же. А у них только что приехал министр просвещения. И они тут же выскочили ко мне. И министра как будто никакого нет. Это прекрасный народ. Чищенцы, головорезы. Я не отрицаю ничего. Но с нами по-другому все. В магазин зашли. Откуда вы оттуда? А мы ждем библиотекаря. А чем питаетесь? Мы сказали. Они что в магазине было, буквально все. Сгребают нам дают. Первый раз нас видят. В Дагестане было. В Махачкалах. Но я не могу добавить ничего. Для меня они прекрасные люди. Я благодарю Бога. У меня эти люди, вот об евреях, об мусульманах. Я говорю, я их люблю и поэтому только добра желаю. Я благословляю. У меня все друзья. А вы, знаете, другого воюйте. Вам, если такое нравится. Я воюю и другим. Любовью. Открываю им глаза. Вот и все. Спасибо, Христос. Слава Христу.